Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SKY WAY CAPITAL! Меня зовут Дарья и вы смотрите видео дайджест новостей от SKY WAY, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний SKY WAY и SKY WAY CAPITAL. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В Экотехнопарке провели испытания энергопитания через токосъем высокоскоростного юнибуса. Результаты испытаний помогут подготовить его к выходу на режим полной эксплуатации. Специалисты проектной организации SKY WAY представили проект на международном форуме и выставке интеллектуальной транспортной системы России «Цифровая эра транспорта». Информационная служба SKY WAY подготовила обзор конструкторского бюро инженерной расчеты, в котором разрабатывают ключевые характеристики рельса струнных эстакад с помощью моделирования через компьютерные программы. Анатолий Юницкий встретился с представителями австрийской компании First Alpine и белорусской компании «Энергокомплект» для обсуждения партнерства по будущим проектам SKY WAY. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Один из вариантов энергоподачи струнного транспорта через токосъем. Если говорить просто, то двигатель транспорта получает электрическую энергию от рельсов, по которым едет. На днях в Тойко-технопарке провели испытания энергопитания через токосъем высокоскоростного юнибуса, а точнее его мула . Испытания провели на отрезке жесткой ферменной путевой структуры. На участок подали напряжение и испытали элементы токосъема через колеса транспортного средства. Предварительные испытания показали правильность заложенных решений элементов электроснабжения, транспортных средств и работоспособность текущей конструкции путевой структуры. Результаты испытаний помогут повысить скоростные и тягово-динамические характеристики транспорта и подготовить его к выходу на режим полной эксплуатации. 25 и 26 сентября 2019 года в Москве в четвертый раз прошел международный форум и выставка интеллектуальной транспортной системы России «Цифровая эра транспорта». ЗАО «Струнные технологии» на форуме представили начальник управления интеллектуальных систем Евгений Родченков, начальник отдела разработки программного обеспечения Антон Гелистрадо и начальник отдела адресных проектов Марина Муанченко, которая выступила с докладом о платформенных решениях для умного города, будущего на основе технологии SkyWay. Вот что говорилось в докладе. Прогнозируется, что к 2023 году именно интеллектуальные транспортные и логистические системы привлекут наиболее крупные инвестиции среди выделенных пяти секторов умного города. При этом мировой рынок умных городских услуг составит более 400 миллиардов долларов в год. Главная инновация умного города в отношении транспорта – кардинальное изменение подхода к вопросу. Транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. Данная точка зрения и является философией нашей компании. Струнный транспорт SkyWay призван стать самым эффективным из всех существующих средств перевозки пассажиров и грузов. Существующее достижение проекта – результат работы почти тысячи человек и 86 конструкторских бюро. Этой осенью все специалисты КБ инженерной расчеты прошли семинар по повышению квалификации в рамках работы с программным обеспечением MSC-1. В частности, прошли семинары по расчету композиционных материалов, моделированию динамики и акустики транспортных средств, что позволит значительно повысить эффективность работы заустроенные технологии еще при проектировании. Сотрудники конструкторского бюро инженерные расчеты разрабатывают ключевые характеристики рельсострунных эстакад с помощью моделирования через компьютерные программы. Моделирование помогает без дорогостоящих испытаний выяснить, выдерживают ли предложенные решения требуемые уровни нагрузки. Это значительно экономит время и ресурсы компании. Подробнее о том, чем занимается КБ инженерные расчеты, читайте на нашем сайте в разделе «Новости». SkyWay продолжает развивать партнерство с крупными компаниями для обеспечения своих будущих проектов. В связи с этим на прошедшей неделе генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий встретился с представителями австрийской компании First Alpine и белорусской компании «Энергокомплект». First Alpine – один из лидеров мирового производства канатов для напряженных конструкций, высокопрочной проволоки и стали для штамповки кузовов легковых автомобилей. В ЗАО «Струнные технологии» уже применяли продукцию компании в своих конструкциях и высоко оценили качество изготовления металлопроката. «Энергокомплект» – лидер в Республике Беларусь в сфере производства и реализации кабельно-проводниковой продукции. На переговорах стороны поделились последними достижениями в своих организациях, определились с потенциальными направлениями совместного сотрудничества, взаимными условиями и возможностями для развития партнерства. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья, до встречи на следующей неделе!